Гайкадзор, улица Виноградная. Артур Владимирович, ну вы там постоянно в округе, не знаете где это? Ну а мы откуда знаем, ездим там? Еще назад. Рассвет. На большом экране фотографии. Где-то мусор, где-то амброзия по пояс и выше. О ситуации в сельских округах сообщают специальные мониторинговые группы. Глава муниципалитета Юрий Поляков настаивает на том, что о проблемах должны своевременно информировать главы округов. Ну почему надо с муниципалитета ехать к вам в округ, чтобы выявлять? Выявляйте вы! И нам говорите, а мы будем туда приглашать, пусть там наказывают собственников. Уважаемые главы, давайте займитесь этой работой. Наведите все порядок. Вопросы также вызвала фотография с автомобилем, который припаркован на тротуаре. Юрий Поляков обратился к инспекторам. В ГИБДД пояснили, что ежедневно выписывают по 30-40 протоколов по подобным нарушениям. Штраф 5 тысяч рублей. Мы все понимаем, да, город не предназначен для такого потока машин, для такого количества машин не предназначен. Но парковать их на тротуарах, на пешеходной зоне, это такое же нарушение, как под красный свет ездить, наверное, да? Владимир Владимирович, я вас очень прошу, обратите внимание, на тротуарах машин не должно быть. Проблему будут решать сообща, не исключено, что с помощью эвакуаторов. Не снимается задача по ликвидации рекламы по сдаче жилья на обочинах дорог. Также не исключено, что по итогам сезона в ряде точек появятся знаки, запрещающие стоянку. Бизнес должен стремиться к современным стандартам и торговля, и реклама, и гостиничные услуги. Юрий Поляков поручил работать на опережение. Уже сегодня проработать схему размещения точек по продаже хамсы, так как не за горами сезон. У предпринимателей должна быть возможность заключить официальный договор и работать в правовом поле. Это, в свою очередь, необходимо, чтобы наполнять бюджет и решать задачи, связанные с развитием. Сегодня речь шла о селе Юровка. Согласно генплану, до 2030 года там должны построить два детских сада, расширить школу и больницу, заложить парк.